Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, коротко о главных событиях дня. Дом для рождения виноградной лозы. Анапская делегация побывала в первом на Кубани и крупнейшем в России виноградном питомнике. Нет уж лучше вы к нам. Краевая медико-техническая комиссия теперь сама приезжает к анапским пациентам. Их связала не только музыка. Костогаевский вокально-инструментальный ансамбль «Росы» отмечает юбилей и готовит большую программу ко дню станицы. В Темрюкском районе открыли первый в стране высокотехнологичный питомник по производству посадочного материала винограда. Это поистине грандиозное событие и в крае, и в стране приветствовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Как отметил Вениамин Кондратьев, новый питомник станет базовым для всей винодельческой отрасли в регионе, поможет решить задачу импортозамещения посадочного материала. Мы сегодня все время говорим об импортозамещении, но какое же импортозамещение, если сегодня глаза-то импортные. То есть мы сами себя где-то обманываем, и сегодня мы перестанем себя обманывать. На самом деле сегодня у нас будет наше вино из нашего винограда, которое будет производиться на нашей земле. И еще желательно, чтобы оно было географически защищено. Руководитель винного холдинга «Арианта» Александр Кретов в свою очередь отметил, что новый центр по производству саженцев является одним из самых крупных в Европе. Мы планируем довести производство саженцев на этом объекте до 6 миллионов саженцев в год. Это очень серьезная цифра. Евгений Ахпашев от имени Министерства сельского хозяйства России поздравил Краснодарский край и компанию «Кубань-Вино» с открытием питомника самого высокого уровня. Такого на самом деле еще не было в нашей стране, да и за рубежом тоже. 500 миллионов рублей вложила «Кубань-Вино» агрофирма «Южная» и Центр пищевой индустрии «Арианта» в это производство. Экскурсия по прививочному комплексу продемонстрировала все тонкости прививки собственным прививочным материалом на собственный привод. Питомник – это еще и научно-производственная база для исследовательских институтов и профильных образовательных площадок. В планах в течение пяти лет реализовать программу по выращиванию саженцев по технологии «Инвитро-Инвиво» – саженец в пробирке, то есть создавать абсолютно чистую виноградную культуру без вирусов и бактерий. Глава города-курорта Сергей Сергеев принял участие в церемонии открытия, сознавая, какой масштаб перемен ждет бывшая СПК Мини Ленина, где холдинг будет возрождать виноградарство на самом высоком уровне и построить здесь свое головное предприятие. Анапа присоединилась ко всероссийской акции «Георгиевская лента». В преддверии Дня Победы молодежь курорта раздает прохожим один из главных символов праздника. В рамках акции любой желающий может отдать дань уважения ветеранам, пожертвовав средства на закупку медицинского оборудования для Краевого госпиталя ветеранов войны. «Георгиевская ленточка, как символ Победы, пользуется огромной популярностью у жителей нашего города. Все в преддверии праздника желают ее заполучить, прикрепить ее на грудь. И кроме того, сбор средств на закупку оборудования, медикаментов, Краевого госпиталя – тоже очень важная цель». Как отмечают волонтеры, ленточки расходятся очень быстро. Многие берут не только для себя, но и для родственников. Принимают участие в акции и гости города-курорта. Николай Ефимченко приехал из Волгограда. Вместе с женой с радостью взяли георгиевские ленты, также добавив свои средства в фонд. «Я воспитан в том поколении, когда, во-первых, мой дедушка один пришел с войны, который защищал нас, второй погиб в войну. Ну, не знаю, для меня это святое, потому что, если бы не было победы, которые нам, может быть, не может быть, а нас бы тоже не было». Акция будет проходить вплоть до 9 мая. Получить георгиевскую ленту можно на театральной площади. Там ежедневно с 10 до 16 часов работают волонтеры. Также передвижные точки выдачи можно найти в районе Центрального рынка и на набережной курорта. Начальники отделов по делам несовершеннолетних из Геленджика, Краснодара, Новороссийска и других муниципальных образований края приняли участие в конференции по вопросам семьи и детства. Она по не первый раз становится площадкой для таких обсуждений. Опыт нашего муниципалитета по работе в этом направлении признан одним из лучших в крае. Правонарушения, совершенные подростками, трудные жизненные ситуации в семьях и, самое главное, профилактическая работа. Эти и другие вопросы, касающиеся воспитания детей, обсуждали на конференции. По словам Натальи Агафоновой, в работе с семьями должен быть индивидуальный подход, а во главе угла – интересы и права ребенка. Трудные семьи, но это те семьи, которые имеют трудную жизненную ситуацию, остались без работы, которые не выполняют свои обязанности по содержанию, воспитанию, обучению своих детей в силу, может быть, асоциального поведения. Комиссия по делам несовершеннолетних должна принять все меры по защите прав этих детей. Анапу выбрали местом проведения конференции не случайно. В крае считают, что здесь можно заимствовать положительный опыт. В курортный сезон сюда приезжает огромное количество семей с детьми. На местные органы по делам несовершеннолетних ложится большая нагрузка и ответственность, с которой, по мнению краевых специалистов, они успешно справляются. Анапа может поделиться своим опытом организации деятельности всех органов системы профилактики по работе с вот такими семьями, по оказанию помощи детям. Здесь есть чему поучиться. Денис Дырда приехал на конференцию из Геленджика. Говорит, что на таких площадках по обмену опытом получает ответы на многие вопросы. Полезно пообщаться с коллегами из других муниципалитетов, у которых есть, допустим, похожие примеры, и узнать, как они организовали эту работу, и насколько она была эффективна, и к какому результату она привела. За год в Анапе оказали помощь примерно двум тысячам так называемых трудных семей. Регулярно после исправления ошибок их снимают с учета. Бояться вовлечения комиссии не стоит, ведь она призвана помогать и сохранять семьи. В Анапе будут уделять повышенное внимание борьбе с дикорастущими маком и коноплей. Стоит задача своевременно их выявлять и уничтожать. Это одна из тем прошедшего выездного заседания антинаркотической комиссии, которое прошло в Первомайском сельском округе. Я скажу, в прошлом году по этим показателям мы добились определенных успехов. И не только по этим показателям, а в целом снижение наркозависимости, профилактики их прежде всего. Это в учебные заведения наших среди населения. И по результатам этого года, прошедшего 2016 года, мы занимаем лидирующее место по как раз этой работе, необходимой работе, значимой. Почему? Потому что это судьба людей. Вместе с тем, серьезные проблемы на территории Первомайского сельского округа назвали злоупотребление алкоголем. Показатель из расчета на душу населения здесь выше примерно на 20%. По словам Сергея Козлова, педагогам, полицейским, общественникам, да и просто соседям необходимо действовать совместно, принимать соответствующие меры, если алкоголь продают несовершеннолетним, а также выявлять подпольные точки торговли спиртосодержащими жидкостями. Чем больше мы будем давать информации, к чему это приводит, о последствиях, и безусловно, разбивать те ячейки, которые сегодня складываются, когда один наркоман привлекает свою деятельность вокруг себя до 10 и более человек, это не должно быть. Мы должны вот с вами как раз обращать на это внимание, выявлять там, где у нас торгуют спиртными напитками, выявлять места, где вблизи школ и вблизи наших социальных объектов. Медицина для людей с ограниченными возможностями здоровья становится еще доступнее. В городской поликлинике состоялся первый выездной прием специалистов краснодарского филиала московского протезно-ортопедического предприятия. Раньше люди с ограниченными возможностями здоровья для прохождения медико-технической комиссии ездили в Краснодар или Сочи. Теперь, благодаря совместным усилиям администрации и Совета инвалидов, первичные осмотры и специальные консультации анапчане получают в городской поликлинике. Юлия Баренова еще 7 лет назад была абсолютно здоровым человеком, но не справилась со стрессовой ситуацией. Женщину парализовала буквально за сутки. Все это время проделывать путь до Краснодара было непросто. Говорит, что теперь, когда медицина становится доступнее, появляется не только уверенность в своевременной помощи, но и надежда на полное выздоровление. Медико-техническая комиссия занимается вопросами индивидуальной программы реабилитации инвалидов. Прием ведется оперативно, сразу по нескольким направлениям. Консультации по реабилитации, протезированию, а также решение общих вопросов. Много нуждающихся в протезировании. И для того, чтобы дойти до протезирования, нам необходимо встретиться, определить объем протезирования. То есть им придется мотаться в Краснодар не один раз. А так мы приехали на месте, все определили. И им приехали, назначили на когда, и госпитализировали, и протезируют у нас на предприятии. Приблизить медицину к тем, кто в этом особенно нуждается, получилось благодаря совместным усилиям администрации города и Совета по делам инвалидов. Марина Буковец, председатель объединения инвалидов «Ковчег», принимала в этом непосредственное участие. Она помогает формировать списки людей, кому нужна помощь, и следит, чтобы все нуждающиеся вовремя попали на прием. Мы очень довольны, что приехали, что получилось. Очень спасибо огромное нашему здравоохранению, нашей поликлинике, что дали возможность помещения, выделили, чтобы на первом этаже было удобно. Мы сами не ожидали, что столько людей придут. Мы-то, конечно, своих привели, те, кому нужно было, очень серьезно. Так сейчас подъезжали, на колясочники поприезжали даже с Новороссийска. Вот, то есть, это потребность есть, необходимость есть, и люди очень довольны. Вот сейчас меня принимали, очень грамотные врачи выписали, переговорили, дали консультацию. Медико-техническая комиссия будет приезжать в Анапу раз в квартал. Следующий визит краевых специалистов назначен на 21 июня. Осталось не так много времени, чтобы отдать свой голос за любимый город в конкурсе «Аллеи славы». Уже 1 мая будет известно, в каких городах России в честь Дня Победы высадят 9 тысяч деревьев. Проголосовать за Анапу можно на сайте аллеи-славы.рф. Пока что город-курорт находится на 28-м месте, но еще есть шанс войти в пятерку городов-победителей в своей группе. Мы решили узнать у горожан, голосуют ли они за Анапу и вообще знают ли о конкурсе. С удовольствием, когда мне знакомые переслали смс-ку, я моментально тут же отправил, проголосовал чисто за Анапу. Конечно, хорошо бы было, чтобы в Анапе появилась или аллея какая-нибудь, или парк, или сквер. Во-первых, я болею за свой город. Во-вторых, это все-таки озеленение, это память. Если аллея славы, значит, это память о людях, которые воевали, защищали нашу родину. Поэтому хочется, чтобы мой город выиграл. Надо проголосовать. Голосуем. Анапа практически готова к майским праздникам. Курортные улицы преобразились, в парках и скверах появились новые деревья, на городских клумбах высадили тысячи ярких цветов, обновили урны и скамейки. На улице Гребенская завершаются работы по монтажу поливочных систем и укладки плитки. А на Пионерском проспекте скоро будет сдана в эксплуатацию велосипедная дорожка. Сейчас ведутся работы по асфальтированию последнего участка трека. В районе Дельфинария. Таким образом, велосипедный маршрут продлится до речки Анапки. Его протяженность составит 2 километра. В течение ближайших дней здесь предстоит уложить более тысячи квадратных метров асфальтовой смеси. С другой стороны велосипедного маршрута сотрудники Римстроя меняют бордюрный камень в проездах к пансионатам и благоустраивают прилегающую территорию. В данный момент на Пионерском проспекте происходят уже финальные работы, подходят к концу. То есть сейчас происходит засыпка землей, бордюров, докладывается тротуарная плитка, прометаются швы. То есть работы подходят к своему концу. Все работы должны быть полностью завершены до майских праздников. Отец, три сына и два их товарища. Их уже 10 лет объединяет интерес к песням, которые звучали со сцены во времена Советского Союза. Участники вокально-инструментального ансамбля «Россы» говорят, что сами песни искренние, а музыка и тексты качественные. Сейчас они готовятся к концерту по случаю юбилея родной станицы Гостогаевская. Песня моя, песня, радость ты умножишь. И как добрый песник, ты мне поможешь. В исполнении вокально-инструментального ансамбля «Россы» звучат песни советских авторов. Репетиционная база в Доме культуры станицы Гостогаевской. Здесь все профессиональные музыканты. Так просто не бывает, конечно. Сыгрываемся. Какие-то вещи, песни сложнее. Какие-то немножко попроще в этом плане, в плане основы. Секрет в костном мозге в нашем, как говорится, в руководителе. Бессменный руководитель, заслуженный работник культуры Кубани Николай Фалько. С девятого класса начал играть на танцах. Это было в середине 70-х уже прошлого века. Потом армия, потом времена, когда живые гитары вытеснила была электроника. Но 10 лет назад станичники решили доказать, есть песни, которые не стареют. Свой лагом пошла она, улыбнулась из окна, в бою и стронула я след, и шуткой помогал мне во дверь. Мелодичность раз, это же в советские времена, тогда были худсоветы, тогда просто песня не могла пройти вот так вот, как сейчас. Всякая бельберна может пройти смело. Тогда были худсоветы, которые смотрели, отматривали тексты, музыку, сидели композиторы, которые, сейчас бы вот 75% тех, которые сейчас поют на эстраде, они бы в советское время не попали на нее. За плечами у гитариста Максима Савельева училище и консерватория. Три сына Николая Фалько окончили музыкальный колледж в Краснодаре. В классе 6-7, когда это было престижно, как бы, модно, да, взять гитару возле костра со всеми ребятами, исполнить песню какую-нибудь красивую. И оттуда и пошло. Самый старший Максим на пути из Сочи, за клавишными Николай Фальком-младший. По его словам, когда в семье все играют и поют, слышишь это с детства, начинаешь фактически этим жить. Коллектив, по сути, вторая семья, объединенная общей идеей. Доверительная довольно-таки остановка, что никто никого не стесняется, все говорят все то, что думают, и от этого проще работать. Никто не зажимается, никто, как бы, свой голос не утаивает. Если кому-то что-то не нравится, все идет откровенно, открыто. В репертуаре Россов более 60 песен на высококлассных инструментах в современном звуке ретро, как часто говорят в таких случаях музыканты, качает. Когда бывает, люди встают и начинают стоя подпевать и аплодировать. Вот это классно вообще. Идет обмен энергетический с публикой, то есть на одной волне становимся. И вот это вдохновляет, конечно, на будущее, так сказать, творчество. Напиши мне письмо, хоть две строчки всего, чтобы я иногда прочитать слов его, чтобы спеть о любви, просто так я душу. Россы – участники многих крупных общегородских мероприятий. Сейчас команда готовится к юбилею станицы Гостогаевской, планирует выступить с часовой программой, но не исключено, что концерт может затянуться по инициативе зрителей. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин – уролог и УЗИ за 998 рублей. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424-19. Редактор субтитров Анатолий Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова